Добро пожаловать в новое место на Мураве! 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 И ноль за медали, пусть и на юниорском уровне. Но сам Яков Фак не раз рассказывал в своих интервью, что он свою родину не забывает. И там, по-моему, школа его работает. Он постоянно помогает, в том числе и инвентарем. Но у нас тем временем вторая передача эстафеты. 85% на лёжке у него. Таро дважды мажет. Фонси тоже одну мишень оставил незакрытой. Йоханес дали 3 на 3. Таро один на один. Француз сумел с тремя дополнительными патронами справиться. Швед отправляется за ним в погоню, так же, как и украинец. Ну и норвежец будет ли круг? Нет, не будет. Отлегло у поклонников норвежской сборной. Крычмарш дважды мажет к огорчению трибун. Ну а что касается Понсиломы, то он в самом расцвете сил. Он наряду с Йоханесом Дали. Один из немногих, кто в этом сезоне побеждал. Младшего Бео. На первом этапе в Контео-Лахте в индивидуальной гонке. Ну что ж, француз молодцом. Так, Понси придется взять последний дополнительный. Молодец украинец. Прима выйдет вторым. Швед избежал штрафного круга. Понси-Лома это просто немножко другая лига. Так же, как и Себби Самуэльсон. Учитывая. Себби Самуэльсон. Ну просто обязан. Забрать золото. За команду Украины. На последнем этапе Антон Дудченко. Давид Комац передает эстафету Харальду Леммереру. На лёжке у Самуэльсона 86. 2-2. 3-3. 4-4. Оп, 5-4 в пользу Фабьена Клода. И после матчевой пенальти исполняет Себби Самуэльсон. Не забил. Засуетился. Мяч на 11-метровую отметку никак поставить не мог. Разбежался. Ударил. Попал. Но будет отставать примерно на 20 секунд. Стрёмский им дважды мажет. Украинец Дудченко. 5 из 5. И это третья текущая позиция. С трём схем остается один на один. Есть небольшой ветерок. Француз начинает стрелять первым. Трижды попал. Четвёртый выстрел точный. Пятый задержал, но попал. Себби третьим мажет. И француз это увидел. И второй раз промазал. Ах, как часто мы уже видели такую картину в биатлоне. Когда фавориты практически одновременно начинают стрелять. Один это делает чуть быстрее и закрывает все пять мишеней. И соперник в первую очередь слышит это. Начинает дёргаться, нервничать. Плохо обрабатывает спусковой механизм. И дорого за это платит. Самуэльсон 24 секунды. Ну, 15 он был бы готов выгрести. Но не 24. Стрём схем. Отпассажирил предыдущий круг. Хорошо восстановился. И уходит третьим. С этим успехом. Кэнмару вернусь чуть попозже. Лужан Муно, Каролин Коломбо, Эрик Перрой и Фабиен Клот. Ну и у команды Норвегии бронзовая награда. Каролин Кнотон, Ингрид Андривольд, Йоханнес Дали и Эндре Стрёмсхейм. После Поклюки. Снова «Виве ла Франс». Несмотря на то, что... От того состава остался только Фабиен Клот. В Поклюки вместе с ним бежали Кентен Фион Маэ, Анаис Шевалье Буше и Жюлия Симон. Итоговый протокол на вашем экране. Субтитры создавал DimaTorzok